Привет всем, вы на канале Пулис Земли, ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 30 июля. Поехали! Не прошло и недели, как в Луганской области бушевал ураган и нанес разрушение, причинив большой материальный ущерб, как сегодня местных жителей потряс новый ураган. Сильные порывы ветра, которые достигали 25 метров в секунду, срывали крыши с домов, вырывали деревья с корнем. В Северодонецке были отмечены падения деревьев, в некоторых районах даже вырвало с корнем, а также сообщается о сорванной крыше недавно отремонтированного БК «Химик». В Сиротино ситуация обстоит куда хуже. Ветер срывал кровлю, выбиты стекла в частных домах, поваленные столбы и повреждена линия электропередач. Часть района осталась без электричества, некоторые дороги временно перекрыты. На данный момент в результате буйства стихии пострадавших не отмечено. Сильно пострадала инфраструктура, нанесен большой материальный ущерб. Жители Тернопольской области приходят в себя после урагана, который обрушился накануне. Комиссия по чрезвычайным ситуациям подсчитывает убытки, которые нанесла вчерашняя непогода в Залещиках. Вчера в городе во время шквала ветер повалил около 40 деревьев, а также снес крыши с двух домов. Спасатели расчищали дороги от поваленных деревьев, одно из них упало на автомобиль. С трехэтажного дома на улице Степана Бандеры в Залещиках снесло кровлю. В нем проживает 10 человек. В парке ураган с корнем вырывал деревья и повредил беседки. Под деревьями оказались и автомобили на улицах. Впоследствия непогоды местные жители показывают в соцсетях. На месте непогоды работают спасатели. Помимо сильного ветра по области отмечают выпадение крупного града до 4 сантиметров в диаметре, который также успел натворить немало беды. В результате буйства стихии жертв и пострадавших не отмечено. Нанесен большой материальный ущерб. По меньшей мере 40 человек погибли, многие получили травм и еще несколько жителей пропали без вести в результате ливневого опаводка, который обрушился на деревню в провинции Нуристан, восточной части Афганистана. Наводнение, вызванное проливными дождями, рано утром обрушилось на деревню Мирдэш, расположенную в отдаленном районе Камдэш. Изначально сообщили, что местными жителями были обнаружены 40 тел погибших. Позже поступила информация о гибели 150 человек. Деревня расположена в узкой долине, и почти все дома пострадали от наводнения. Сель в деревню смыл много жилых домов и скот. Затопилось сельхозь в хозяйственные угодья и фруктовые сады. Разрушило значительную часть районной дороги в Камдэше на границе с Пакистаном. В результате дорога была закрыта. Потоками воды уничтожены сотни домов. Наводнение почти полностью разрушило поселение Михердиш. На один из поселков в Дагестане обрушился селевой поток. При сходе селя на село Хилик Тирадинского района Дагестана получили повреждение 6 жилых домов. Эвакуированные жители села и размещены были у родных. Селевой поток прошел через село Хилик, в котором проживают 324 человека, в том числе 64 ребенка. В результате схода селя была размыта внутрисельская дорога, а в некоторые дворовые территории попала грязь и каменная масса. Под сообщением местных СМИ пострадало 34 дома. Были эвакуированы местные жители и в том числе 17 детей. Два дома получили серьезные повреждения. На данный момент энергоснабжение полностью отключено принудительно в целях безопасности. А также отсутствует мобильная связь с данным населенным пунктом. Селевым потоком размыло полотно дороги общей протяженностью более 300 метров. В результате прохождения по территории американского штата Пенсильвания мощного торнадо было разрушено несколько зданий, пострадало 5 человек. Неблагоприятная погода затронула округ Бакс. Стихия разрушила в нем несколько зданий, автосервисов и автосалонов. Как уточнили официальные лица, в результате стихийных бедствий жертв не отмечено. На данный момент проводится оценка ущерба от последствий торнадо. Как сообщают местные власти, на юг округа Бакса обрушилось два мощных торнадо. По данным метеорологов, оба торнадо прошли в одно и то же время, но в разных местах – Солбере и Бен Салеме, где стихия нанесла удар по зданию автосалона и разрушила его крышу. Несколько жителей были эвакуированы из своих домов. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий от торнадо. Проводится оценка нанесенного ущерба. По оценкам метеорологов, скорость ветра в Пенсильвании достигала 200 км в час. Местные власти призывают население внимательно следить за новостями и прислушиваться к предупреждениям, а в случае новых торнадо и штормов – следовать указаниям спасателей и полиции. В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. Туристов пришлось временно эвакуировать на пляж. В районе Милос пожар из лесных массивов дошел до территории двух пятизвездочных отелей. Для борьбы с огнем были задействованы шесть пожарных расчетов и сорок работников леса, а также вертолет. За несколько часов огонь удалось взять под контроль и отвезти от отелей. Пожарные продолжают тушение в лесной зоне. Туристов на несколько часов вывели на местные пляжи в качестве меры предосторожности. Некоторые владелицы лодок поддержали эвакуацию туристов, проживающих в отелях региона, куда трудно добраться по суше. Сильный пожар продолжается в лесной зоне в районе Мармориса. Огонь пытается потушить с воздуха и суши. Он приблизился к населенным пунктам и гостиницам примерно на расстояние до 100 метров. Из-за приближения пламени эвакуировали два трехзвездочных отеля и четыре виллы. Некоторые отдыхающие, которые остановились в окружающих гостиницах, забрали чемоданы и пошли добровольно. Как сообщалось, в результате масштабного пожара, который вспыхнул в двух разных местах района Манавгат в южно-турецкой провинции Анталия, погибли три человека. Количество льда, которое растаяло в Гренландии в течение суток, может покрыть американский штат Флорида слоем воды до 50 мм. А это стало самым значительным таянием ледников в году из-за повышения температуры в Арктике. Гренландия всего за день потеряла более 8,5 млрд тонн поверхностной массы и 18 млрд тонн за три дня. Событие является уже третьим случаем экстремального таяния за десятилетия. Потери льда распространились вглубь суши. Рекордное таяние за всю историю спутниковых наблюдений было отмечено в 2019 году, когда июльская волна тепла растопила почти всю поверхность ледяного покрова. В результате этого глобальный уровень моря повысился на 1,5 мм. В предыдущие десятилетия на вершине Гренландии температура крайне редко поднималась выше нуля. Поскольку поверхность Гренландии продолжает таять, прибрежные города по всему миру становятся уязвимыми для штормовых нагонов, когда ветреная погода совпадает с приливом. Прогнозируется, что к концу столетия таяние ледников в Гренландии повысит уровень мирового океана от 2 до 10 сантиметров. По меньшей мере 14 человек погибли за последние пару дней из-за несезонных ливней с внезапными наводнениями, которые обрушились на большую часть юга Йемена. По меньшей мере тысяча домашних хозяйств нуждается в помощи, в том числе не менее 90 семей в районе Мариба и 400 в Таизе. Это второй раунд сильных дождей, которые обрушились на Йемен с середины июля. По меньшей мере 14 человек погибли с 16 по 23 июля в результате наводнения в Муфахазах Эль-Махра, Хадрамаут, Шабва, Абваян и Эль-Джауф. Наводнения также уничтожили посевы, дороги и коммуникационную инфраструктуру. Местные и соседние партнеры по оказанию гуманитарной помощи проводят оценки, но сообщают о том, что очень сложно добраться до пострадавших районов из-за заблокированных дорог. Центр гуманитарной помощи имени короля Салмана во вторник раздал гуманитарную помощь и укрытие пострадавшим от наводнения людям в управлении Аль-Абр. Центр экстренной помощи по борьбе с заболеваниями в провинции Хаджа в первую неделю июля предоставил медицинские услуги полторы тысячам жителей. Тормовые ветры, грозы, а также крупный град обрушились на многие районы Австрии. Наиболее пострадала коммуна Шальхен. В городе выпал град размером с орех и более. В результате повреждены были крыши домов. Удары молнии вызвали многочисленные пожары, однако пожарным приходилось бороться не только с огнем, их часто вызывали для откачки воды из-за топливных подвалов. Непогода сопровождалась сильным ветром, скорость которого превышала 100 км в час. Выпавший град повредил многие посевы, нанес большой ущерб сельскому хозяйству. По сообщениям местных СМИ, а также очевидцев события, стихия буйствовала не менее получаса. Этого времени хватило, чтобы нанести урон. Сообщения о пострадавших не поступало. Представитель австрийской страховой компании сообщил, что в сельском хозяйстве за сутки был нанесен рекордный ущерб в размере 22 миллионов евро. Штормовой фронт с градом размером с куриное яйцо серьезно повредил 40 тысяч гектар пахотных, фруктовых и овощных культур, а также пастбищ. Штат Висконсин, США пострадал от прохождения нескольких торнадо. По меньшей мере 4 торнадо переменной силы обрушились на берег Висконсини, причинив значительный ущерб округам Йокиша, Джефферсон и Фон-Дюлак. Сильный ветер, который бушевал ночью, затронул общины от реки Миссисипи до озера Мичиган, в результате чего многие районы сильно пострадали. Сегодня утром было объявлено чрезвычайное положение. С сегодняшнего дня ведется наблюдение за торнадо в нескольких штатах Средней Атлантики, включая города Филадельфия, штат Пенсильвания и Балтимор, штат Мэриленд. И тем не менее, на большей части территории Вашингтона, округ Колумбия, нет активных слежений или предупреждений о торнадо. Местные предприятия в Конкорде, которые расположены в округе Джефферсон, переживают последствия плохой погоды, которая наступила прошлой ночью. Многие предприятия и дома остались без электричества. Сообщается о гибели одного человека, на его автомобиль упало дерево. На данный момент коммунальные службы проводят расчистку территории от буйства стихии. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 10 районов Якутии. По оперативным данным авиалесохраны, на территории республики действует 144 природных пожара. За сутки ликвидировано 7 на общей площади свыше 9 тысяч гектар. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирненского, Горного, Жиганского и других районов, где зарегистрировано 125 очагов пожаров. На защиту населенных пунктов были задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализированных полос и тушению отдельных очагов. Авиация МЧС России применялась во многих районах, был произведен один сброс и слито 3 тонны воды, а также переброшено 59 человек к очагам пожаров. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 2058 человек и 272 единицы техники, привлеченной органами управления Якутской территориальной подсистемы. Группировка сил привлеченного состава увеличилась на 220 человек, количество техники увеличилось на 14 единиц. За сутки на Земле произошло 411 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 8,2. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 9 странах, каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же минутка позитива на канале. Национальный парк Джаспер – крупнейший канадский заповедник в скалистых горах, который был создан для сохранения уникального биоразнообразия горных ландшафтов и бареальных лесов. Природоохранная территория была организована в 1907 году и имела первоначально статус лесного парка. Своё современное название резерват получил в 1930 году, когда в стране приняли акт, закрепляющий статус национальных парков. Национальный парк Джаспер охватывает территорию в 10 тысяч квадратных километров. Путешественников привлекают высокие водопады, бирюзовые озера, прозрачные реки, живописные ледники, голубые каньоны и могучие хвойные леса, цветущие альпийские луга. За год заповедники бывают более 2 миллионов туристов и по этому показателю парк Джаспер считается самым посещаемым резерватом Канады. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо вам за внимание и до завтра.